Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью недели на канале ГРТ. Сегодня наш гость, депутат парламента Республики Молдова Константин Старыш. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами говорить о ситуации в нашей стране. С сегодняшнего дня, с 10 сентября, было введено чрезвычайное положение по здравоохранению в стране. На ваш взгляд, вот это вот решение, оно как-то улучшит ситуацию в стране? Ну, мне сложно сказать. Это покажет ближайшее будущее, это покажет статистика. Я лишь хотел бы обратить внимание на некоторые противоречия и непоследовательность в действиях нынешней власти. Да, если откатиться на несколько месяцев назад, когда эта власть была еще оппозицией, да, когда ПАС была в активной такой оппозиционной своей фазе, значит, и Майи Санду, и ее партии очень были нужны досрочные выборы, мы все прекрасно помним, под каким давлением находился тот же самый Конституционный суд, который был вынужден в итоге отменить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, чтобы создать для них комфортные условия для проведения этих выборов. Между тем, статистика тогда, по выявленным случаям заболевания, была хуже, чем сегодня. Тогда фиксировалось свыше 900 заболевших в сутки. Сегодня, ну, плюс-минус 700, да, и где последовательность? Почему тогда надо было отменить, значит, чрезвычайную ситуацию, а сегодня нужно ее ввести? А с чем это связано, на ваш взгляд? Ну, безусловно, это связано с политикой, конечно же, это связано с политикой, то есть, пас и Майя Санду в оппозиции, пас и Майя Санду у власти, это две разных партии, два разных человека. Тогда, мы помним очень хорошо, что тогдашняя власть подвергалась жесточайшей критике, сначала она подвергалась жесточайшей критике за то, что, за недостаточные меры по, так сказать, ограничению ковида, после того, как было введено чрезвычайное положение, власть тогдашнюю начали критиковать за то, что эти меры чрезмерны, и нам нужно быстренько это все отменить, потому что нам нужны же досрочные выборы, черт побери. Сегодня, ну, конечно, мы уже власть, теперь нам нужно ограничить оппозицию, да, и ввести какие-то новые ограничения. В общем, понятно, что все понятно, все понятно. Приведет ли это к улучшению ситуации, сегодня никто вам сказать, конечно же, не может. Не думаю, что приведет, потому что любые меры, кроме полного локдауна, не приводят к значительному улучшению. Но локдаун, конечно, сегодня и политически, и экономически, я думаю, вводить никто не станет. Поэтому, ну, будем смотреть. Но еще раз хочу обратить внимание на то, что эти люди, хорошие люди, как они сами себя называют, крайне непоследовательны даже в таких вещах, как борьба с коронавирусом. Если говорить о том решении, о котором я ранее сказала, там есть такой пункт, что доступ на публичные мероприятия будет разрешен только при наличии вакцинации. На ваш взгляд, это не получается давление на население? И есть мнение, что чем больше ты человека заставляешь, тем больше он отказывается. Вот на ваш взгляд, как это будет действовать на наших людей? Ну, конечно, есть люди, во-первых, есть люди, которым противопоказана вакцина. Они есть и среди педагогов, и с этой точки зрения позиция власти по вакцинации педагогов, она не основана на научном подходе. Каждый случай надо разбирать по отдельности. Конечно, если педагогу нельзя вакцинироваться, поскольку у него есть целый букет сопутствующих заболеваний, то, значит, ну, создайте ему условия. А так, либо ты вакцинируешься, либо за свой счет каждые две недели, так сказать, тестируешься. А цены на тесты неадекватны, на мой взгляд, в республике Молдова, они, ну, скорее, для какой-нибудь Германии такие цены, да, но в Германии они дешевле эти тесты. Даже когда речь идет о коммерческих тестах. Это первое. Второе, есть люди, которые по принципиальным соображениям не хотят вакцинироваться. Ну, это связано там с религиозными какими-то воззрениями, может быть, с какими-то моральными, связаны с опасениями, потому что существует статистика и смертей в результате, либо, ну, смертей у вакцинированных. В результате или не в результате, это, так сказать, другой вопрос вакцинации. Вот. То есть, люди разные. Конечно, речь идет об ограничении прав человека. В первую очередь. В первую очередь. Об ограничении прав человека. Да, под это дело можно подвести любую базу идеологическую и теоретическую о том, что вы, там, не желая вакцинироваться, создаете, так сказать, проблемы и для себя, для своего здоровья, для здоровья окружающих. Все понимаю, но здесь, так сказать, борьба за общественное здоровье вступает в серьезнейшее противоречие с базовыми правами человека. Поэтому, конечно же, речь идет о прямом давлении на людей. Значит, на мой взгляд, Минздрав не проводит достаточную разъяснительную работу с населением. Если бы все нормально людям объясняли, хотя прошло достаточно много времени, но до сих пор не опровергнуты все мифы о вакцинации, которые, как известно, ну, достаточно носят такой устойчивый характер. Вот, о чипировании, там, о 5G-вышках и прочем. Через два года люди начнут умирать. Умирать и все такое, да, конечно. Я думаю, что недостаточная разъяснительная работа. То есть, сегодня чиновники Минздрава должны не сидеть в кабинетах, а должны активно перемещаться по республике, встречаться с медицинским персоналом, встречаться с людьми. Доносить до них. И доносить до них правду. Конечно, медицинскую правду, научную правду, потому что там правда, которая касается, условная правда, да, которая относится к теории заговоров, слухам и прочим, да, впрочем, да, она уже и так существует. Ею забиты социальные сети, ей полно общественное пространство, она передается из уст в уста и так далее. Мифологизируется каким-то образом. А врачи, научный персонал, медицинский университет, студенты должны быть отряжены на эту работу. Они должны работать с населением, объясняя людям, что нет, дорогие друзья, мы по-другому из этого не выйдем, если мы не будем вакцинироваться. Эта работа проводится либо недостаточно, либо совсем слабо. Вот. Конечно, никого нельзя заставлять, на мой взгляд, да, никого нельзя заставлять вакцинироваться. Это свободный выбор каждого человека, потому что мы и живем в свободном демократическом обществе, чтобы каждый принимал такие решения для себя. Исходя из своих представлений о прекрасном. Переубедить человека, да, повторю. Но заставить нет. Сегодня фактически людей заставляют. Заставляют это делать. Заставляют педагогов, заставляют медицинских работников. А сегодня практически, ну, либо ты себя отрезаешь от общества, да, от общественной жизни. Ты не можешь. Когда еще пошли эти разговоры о том, что тебя в кафе не пустят без предъявления, так сказать, сертификата вакцинации. Тебя не пустят в школу, тебя не пустят в ресторан, тебя не пустят на концерт, тебя не пустят никуда. Ну, то есть, фактически, речь идет о жесточайшем режиме. Давление получается. И мне, опять же, интересно, как бы реагировали те же самые люди на такие решения, если бы они все еще находились в оппозиции. Я думаю, побежали бы в Конституционный суд оспаривать это дело. Почему-то уверен. Хорошо, получается, с сегодняшнего дня ввели чрезвычайное положение. Те учителя, которые не вакцинированы, они не посещают учебное учреждение. Так получается? Ну, либо они за свой счет, так сказать, дважды в неделю или там раз в две недели сдают тест и предъявляют его. Страдает учебный процесс, получается, в некотором роде. Ну, конечно, он не просто в некотором роде. Я знаю об увольнениях учителей в связи с этим. У нас и так, так сказать, не... То есть, в приказе так и пишется, в связи с отсутствием вакцинации? Да. Так получается? Я думаю, что люди сами просто... Ну, конечно. Ну, это, ну, нет, понимаете, как... Нет законодательной базы под это. То есть, по большому счету, это незаконно. Ну, да. Это подзаконные какие-то инструкции внутренние в министерстве, зачем-то принятые и так далее. Я, конечно же... Либо обеспечьте этих учителей возможностью сдавать тесты. Не за свой счет. Не за свой счет. Вот Кишинев, так сказать, примар Ион Чабан, изыскал возможность выделить 3 миллиона леев как раз на это. Все остальные, насколько я понимаю, не изыскали такой возможности, ну, поскольку, ну, Кишинев все-таки город, ну, относительно богатый, да. И там есть экономическая жизнь, и много налогов платится. А есть города, в которых, ну, просто никто себе этого не может позволить. Но меня даже больше другое заботит в этой связи, то с каким опломбом и чванством наши чиновники, ну, грубое слово, но наехали буквально на этих педагогов. Это был грубейший наезд. Вы, ну, вот буквально так. Даже не вы, а на ты. Убирайтесь, чуть ли не на ты. Слушайте, это педагоги. С ними так нельзя. И, ну, я обращу ваше внимание на то, что, конечно, педагоги – это электоральная база этих людей. Да. Это электоральная база, ну, правых политиков, скажем так, к которым сегодня относится партия нашей власти. Вот. Ну, и, как бы, на мой взгляд, просто неразумно и некрасиво. Некрасиво по отношению к этим людям. В последнее время наблюдается рост цен на горючее, на хлеб. Каждый день. Недавно мы слышали, что газ подорожает чуть ли не в три раза. Ваше мнение? Ну, какое у меня может быть мнение? Понимаете, сегодня широко рекламируется проект о повышении пенсий. Да, кстати. Значит, и это, значит, ну, такой момент пропаганды активной, что вот, дескать, новая власть пришла, значит, сразу всех осчастливило. Ну, не всех. Получилось, что не всех, только тех, кто полный стаж есть. Чем в два с половиной раза меньше, чем обещали людей, ну, как бы, да, которые подпадут под это повышение. Всем остальным повышают на какие-то очередные крошки. Вот. Но это повышение съедается инфляцией. То есть нормальный человек, обычный человек, тот же пенсионер просто не почувствует этих денег, потому что повышение горючего тут же тянет за собой повышение на все. На продукты. На продукты. А когда наступит зима, и мы встанем перед новой газовой реальностью, это повышение просто не просто нивелируется, да, там еще и, наверное, в минус люди уйдут, потому что, если, понимаете, сегодня с Российской Федерацией по газу никто не работает. А работать надо. Почему? Не хотят или что? Не хотят, не могут, стесняются, выберите любой ответ. Забыли русский язык, не любят на нем говорить, не хотят говорить с Москвой с позицией, ну, помогите. У них же другие внешнеполитические приоритеты и, понятно, ну, может быть, будут ждать, что прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно что-нибудь привезет им какой-то газ. Может быть, ждут танкер, что танкер со сжиженным газом из Соединенных Штатов пересечет Атлантический океан, войдет в устье Дуная, припаркуется в Джуджулештах и обеспечит нас газом. Я не знаю. Мне трудно говорить на эту тему, потому что я не понимаю, что у них в головах. Но понятно, что сегодня ситуация в стране такова и экономическое и социальное положение граждан таково, что им надо идти на поклон. Надо. Надо попросить. Надо уговорить. Ну, уж точно не надо совершать неких поступков, которые ставят под сомнение наши добрососедские и дружеские, и особые отношения с Российской Федерацией и с СНГ. А за эти пару месяцев, что у нас вот эта новая власть, уже в этом смысле наломана дров более чем. Более чем. Понимаете, я понимаю Запад, который выстраивает, пытается встроить Республику Молдова вот в эту ось, в дугу, которая так или иначе будет являться санитарным антироссийским кордоном. Мы видим, что нас включили уже в некий тройственный союз Украина, Грузия, Молдова. Ну, всегда ли у нас совпадают интересы с Грузией и Украиной? Вот в чем вопрос. Всегда ли наши внешнеполитические приоритеты национальные должны коррелировать с внешнеполитическими приоритетами Грузии и Украины? Я хочу обратить ваше внимание, что в отличие от Грузии и той же Украины, ну, в меньшей степени Украины, Российская Федерация всегда твердо заявляет, что относится к Республике Молдова как к целостному государству. И всегда выражает надежду и готовность содействовать в решении преднестровской проблемы. В Грузии мы помним, что было немножечко по-другому, да, там, в 2008 году, когда Россия признала и Осетию, и Абхазию, и так далее. Так, стоит ли нам находиться в этом, так сказать, внешнеполитическом пуле? Для меня вопрос. Ну, я так предполагаю, что здесь не интересы страны предусматриваются, а какие-то личностные интересы. Да даже не личностные. Вы понимаете, мне кажется, что эти люди не совсем себе принадлежат. Все-таки... Есть какие-то кукловоды, наверное, да? Безусловно, безусловно. Мы сегодня можем с достаточной степенью достоверности констатировать, что уже элементы внешнего управления уже присутствуют в нашей политике и в нашей государственной деятельности. И чем дальше, тем эти инструменты будут становиться все более и более решающими. И, к сожалению, мне лично, как гражданину Республики Молдова, это неприятно, что за меня кто-то в моем доме что-то решает. Если говорить о блоке коммунистов и социалистов, ждать ли нам слияния этих двух партий? Значит, вот посмотрите, я считаю, что мы сделали очень серьезный шаг по консолидации патриотических, социально ориентированных политических сил. Вы помните, какой у всех был шок, да? Когда произошло это объединение в избирательный блок. И мы хорошо помним, как очень-очень многие наши оппоненты пытались строить целую свою кампанию избирательную. Я не знаю, в чем смысл, конечно, каких избирателей они пытались под это дело подтянуть, но еще раз, значит, у многих была построена кампания на том, что они, вот мы, социалисты, коммунисты, в одном блоке войдут в парламент, дальше разбегутся. Нет, мы этого не сделали, мы сформировали единую фракцию в парламенте. Я в нее вхожу и могу сказать, что у нас полное взаимопонимание. Ну, поскольку, ну, наши идеи и наши идеологии абсолютно одинаковые. По большому счету и люди те же самые, что и были, да? Вот, поэтому мы все хорошо знакомы, нам притираться даже особенно не пришлось. Просто начали здороваться снова. Вот, сегодня мы делаем следующий шаг. Мы начинаем, вот это произошло буквально на днях, дня два назад, наверное, прошел политисполком ЦК партии коммунистов, и мы приняли принципиальное решение о том, что мы начинаем консультации с партией социалистов о формировании постоянно действующего политического блока двух партий, который будет выступать с единых позиций и будет действовать в политическом и общественном поле, как единый организм политический, да? Вот, в том числе участвуя в местных выборах, вот в выборах народное собрание, у нас, ну, как бы общие кандидаты, да? Вот. И это еще один промежуточный шаг перед тем, как, все-таки я думаю, что в какой-то среднесрочной перспективе это объединение должно произойти. Сегодня это достаточно сложно по целому ряду организационных моментов. Это, ну, это очень, как вам сказать, большая бюрократическая история, которую, ну, мы в ней утонем, если... А мы не можем сейчас в чем-то тонуть, да, в этих бумагах, в этих... Значит, закрывать, открывать, это все очень достаточно сложно, а у нас сейчас нет времени на это, потому что мы все-таки находимся в активном политическом процессе и, будучи там крупнейшей оппозиционной силой политической, мы боремся. Мы боремся не только в парламенте, мы боремся по всей стране, да, с нынешним режимом. Поэтому я думаю, что такая компромиссная форма, как постоянно действующий политический блок, она является вполне приемлемой. Важно, чтобы люди понимали и избиратели понимали, что мы не разбегаемся, что мы продолжаем сближаться и что мы действуем как единая политическая сила. Один важный момент я хотел бы еще указать на него, что мы сознательно прописываем открытый характер этого блока. То есть этот блок может прирастать другими политическими и общественными объединениями в процессе вот его деятельности. Мы ни для кого не закрываем дверь. Мы ни для кого не закрываем дверь. Мы готовы, если общественная организация, если политическая партия готова вступать в эту борьбу, милости просим. Я думаю, что это тоже важно. Если бы мы сегодня уже объявили о создании единой партии на основе двух партий социалистов и партий коммунистов, я думаю, что это создало бы нам проблемы в этом смысле. Что уже сложнее входить в партию другим объединениям, чем в блок. Блок открыт. Пожалуйста, заходите, давайте бороться вместе. Ранее господин Воронин заявлял, что уходит. Что он имел в виду? Мне сложно сказать. Слушайте, я эти разговоры... Ну, он, значит, смотрите, у нас должен был состояться съезд в прошлом году еще. Партии, мы его обязаны проводить по уставу. И мы его должны проводить раз в четыре года. Но поскольку были пандемические ограничения в прошлом году и достаточно жесткие, мы не решились его проводить. И, в общем-то, это было и запрещено, потому что количество делегатов, избранных на съезд, превышало максимально допустимое число. Значит, сегодня мы уже точно определились, что мы 7 ноября проводим съезд. И съезд будет решать вопрос о новом руководстве партии. Это не говорит о том, что нынешнее руководство обязательно расстанется со своими полномочиями. Как съезд решит? Да, Владимир Николаевич неоднократно уже поднимал вопрос о том, что, ну, наверное, уже и пора и честь знать, да, что все-таки там без малого 30 лет он руководит этой партией, которую он создал с нуля. Вот. Но из политики он точно уходить не будет. Я думаю, что это хороший, точно, сигнал. Потому что он с его опытом, мудростью, политической волей, характером, очень, ну, все еще очень нужен стране. Как камертон, как некий, какая-то глыбана, на которую, ну, все равно, хочешь не хочешь, все ориентируются. И власть, и оппозиция, и общество, все равно все ориентируются. И до сих пор наши гагаузы вспоминают его время правления страной. Ну, не только гагаузы, но я думаю, что вот сейчас недавно подводились итоги некоторых социологических исследований. Ну, значит, он был назван человеком столетия как-нибудь. Значит, по другим социологическим исследованиям, после Штефана Чалмари на втором месте, да, за всю историю Республики Молдова люди называют Воронина, да, с некоторым там отрывом, но тем не менее, да, его период правления в целом по стране называют лучшим за годы независимости и так далее. То есть, ну, это Владимир Николаевич, это воплощение силы, мудрости и патриотизма, что немаловажно, настоящего. В последнее время в Молдове действуют передвижные пункты вакцинации. На ваш взгляд, это как-то сподвигнет жителей? Ну, мне хочется верить в это, конечно, хочется верить. Все-таки я вакцинирован, я не чувствую в себе никакого чипа, так сказать. Я не умер, полгода прошло, может быть, через полтора помру, не знаю. Но для меня это было, знаете как, я похоронил очень много людей, близких, близких, да. Очень много людей, не пожилых, полных сил. И знаете, когда сходил на одни похороны, на вторые, на третьи, на пятые, уже задумался. И я, честно говоря, у нас тогда еще не очень вакцинировали. Я предпринял огромные усилия, чтобы вакцинироваться. Я вакцинировался в Москве, не будучи гражданином России. Значит, там пришлось просить друзей. С огромными сложностями я туда прорывался, потому что там действовали ограничения. Но для меня это было, ну, как бы не хочется помирать, понимаете? Честно говоря. Вот, я надеюсь, что люди все-таки это осознают, что мы должны достичь какого-то там коллективного иммунитета, хотя бы на какое-то время. Понятно, что по-другому мы эту заразу не, она сама не уйдет. Но обезопасить себя и своих близких, безусловно, надо. Не надо ломать через колено людей. Надо с ними разговаривать, объяснять. Вот, я надеюсь, что да, эти передвижные пункты, они, ну, как бы это удобно. Тебе не надо. Я в Москву перся, понимаете? Для того, чтобы уколоться. Причем перся дважды. Вот. И говорю, что это было связано с огромными, там, и с затратами материальными, и с огромными, там, организационными проблемами. А тут он у тебя под боком стоит. Этот пункт, где ты можешь получить прививку и, ну, хотя бы. Гипотетически себя обезопасить, да, от тяжелой формы болезни. От смерти. Поэтому, конечно, это удобно. Это хорошо. Почти 100 государств мира, в том числе и Молдова, подписали совместное заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. Ваше мнение? Это фантастика просто. Значит, мы до сих пор не поняли, кто его подписал от Республики Молдова. А как? Ну, вы знаете, кто его подписал от Республики Молдова? И я не знаю. Вчера, позавчера, в парламенте мы, Владимир Николаевич Воронин, попытался поставить в повестку дня, значит, вопрос о том, чтобы заслушать министра иностранных дел и премьер-министра, чтобы проразобраться в этом вопросе. Что это какая-то странная история. Никто не знает человека, который подписал от имени Республики Молдова этот документ. Никто не знает, кто вел переговоры. Никто не понимает, на каких условиях, какое количество и, главное, за какие деньги афганские беженцы будут размещены в Республике Молдова. Где они будут жить? Как они будут жить? Кто это будет, так сказать, праздник оплачивать? Мы, я считаю, что и мы считаем, что молдавское общество имеет право хотя бы знать об этом. Героя по ним. Кто, да, кто, назовите нам этого человека. Но партия власти отказала нам в этом праве. Чем мотивировали? Ничем. Вы знаете, они не считают. Они сейчас в таком, знаете, еще в эйфории. Они думают, что раз они победили на выборах, то им можно все. Им можно нарушать закон, им можно нарушать конституцию, им можно переламывать закон под себя так, как им нравится. Ну вот, в случае с генеральным прокурором, по-моему, очень ярко, да. Да, мы его не можем уволить, мы его не можем додавить, чтобы он ушел сам. Тогда давайте мы изменим закон, чтобы мы его могли сами выгнать. Понимаете, да? Это плохотнюковские подходы. Стоило ли столько времени бороться с захваченным, так сказать, государством, с олигархическим режимом, для того, чтобы вести себя ровно так же, как вел себя когда-то плохотнюк. Да, сегодня это коллективный плохотнюк. Они персонализированы. Нам-то какая разница? Мы хотим знать, что законы работают, и что мы живем по закону, а не по, так сказать, нормам революционной целесообразности. Завтра решат к стенке ставить. Ну что, так и будем на это смотреть, так и будем жить. Вот, и когда мы говорим, дорогие товарищи, давайте мы разберемся, вот в этом вопросе, это важный вопрос, он имеет широкий общественный резонанс. Скажите мне, скажите нам всем, сколько беженцев, на каких условиях, кто вел переговоры, кто принял решение, кто подписал документ. Ноль эмоций, никакого ответа. Почему, не почему, не хотим отвечать. Ну, слушайте, так мы куда докатимся. — 19 сентября у нас в Гагаузии пройдут выборы в Народное собрание Гагаузии. Блок коммунистов и социалистов тоже выдвигает своих кандидатов. Какая программа? — Слушайте, программа у нас самая позитивная. Вы знаете, что и партия коммунистов, и партия социалистов, а уж когда речь идет о том, что они в блоке, всегда ставят перед собой цели развития, цели процветания, цели социальной защиты, цели социального обеспечения, патриотические цели, в отличие от наших оппонентов, которые живут по либеральным законам, которые являются законами джунглей, выживают сильнейшим, которые с большой неохотой и сквозь зубы говорят о государственности Республики Молдова, о праве Молдаван называться молдаванами, о праве Молдаван пользоваться молдавским языком и прочее, прочее. Что же касается, вот смотрите, когда зашла речь о генеральном прокуроре Гагаузии по национальности, они что же там, они там изменили состав совета прокуроров, исключив из него прокурора Гагаузии. На вопрос, собственно, почему, они сказали, а мы не можем давать никому преимуществ, никакому региону, никакому району. Постойте, Гагаузия это мировой пример, один из немногих в мире примеров успешного урегулирования этнополитического конфликта. Один из немногих, его проходят на уроках конфликтологии в любом университете, где есть такой предмет, спецкурсы. И вы сегодня готовы поставить автономию с особым статусом в один ряд с каким-нибудь, не знаю, Телинерским, Унгенским, Галаражским районом? Да вы должны отдавать приоритет, должны отдавать приоритет, потому что это регион с особым статусом, это автономия. Но даже этот пример демонстрирует, каково отношение к Гагаузии. Конечно же, и укрепление автономии стоит перед нашими кандидатами. Нельзя относиться к выборам народное собрание, как к выборам районный городской совет. Это все-таки политический орган, это парламент региона, парламент автономии. И понятно, что рассматривать это голосование нужно в контексте общей политической ситуации в Республике Молдова, поскольку создание новых конфликтных ситуаций никому не нужно. Никому не нужно. И понятно, что нужно ориентироваться на те политические силы в своем выборе, которые уже есть в парламенте. Еще раз повторюсь, партия коммунистов, блок коммунистов и социалистов, это крупнейшая, а я бы даже сказал, что единственная на сегодняшний день оппозиционная партия в Республике Молдова, которая отстаивает те же ценности, которые близки жителям Гагаузии. Это и дружба с Российской Федерацией, особое отношение с Российской Федерацией, это и социальная защита, это и право граждан говорить, получать образование на русском языке и на своем родном языке и так далее. То есть, это вещи, которые близки жителям региона. И кто в Кишиневе, в парламенте Республики Молдова еще будет эти вещи отстаивать? Больше некому. Больше некому. Поэтому мы, собственно, и призываем жителей Гагаузии поддержать кандидатов от блока коммунистов и социалистов, поскольку тут будет понятна связь. И понятна это и обратная связь, и связь туда, в Кишинев, в столицу. И понятно, кто в Кишиневе и кто в парламенте Республики Молдова будет бороться за интересы автономии и граждан автономии. Конечно, будет удобнее просто это делать, когда здесь, в Народном собрании Гагаузии, будет большая фракция, желательно, чтобы это было большинство, из того же блока. Вот, собственно, и все. Если можно, обращение к нашим избирателям. Ну, я почти что его уже произнес, дорогие избиратели. Да, мы, представители блока коммунистов и социалистов, призываем вас поддержать наших кандидатов. Наших кандидатов. Мы очень рассчитываем на конструктивное сотрудничество с Народным собранием Гагаузской автономии. Мы очень рассчитываем на то, что здесь будет патриотическое большинство, состоящее из представителей блока коммунистов и социалистов, для того, чтобы мы могли координировать и выстраивать единую позицию, когда мы говорим об интересах региона. Депутаты Народного собрания это будут делать в Камрате, депутаты блока коммунистов и социалистов будут это делать в Кишиневе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что блок коммунистов и социалистов это единственная фракция в Молдавском парламенте, где есть представители гагаузского этноса. Все остальные, видимо, не считают необходимым включать гагаузов в свои списки. Ваши представители уже есть в парламенте Молдовы, и они представляют именно блок коммунистов и социалистов. Поэтому давайте не будем экспериментировать. Давайте выберем настоящих патриотов Республики Молдова в целом и гагаузской автономии в частности. Я благодарю вас за участие в программе и желаю победы вашим кандидатам на выборах в Народное собрание Гагаузии. А телезрителям я напоминаю, что сегодня вы смотрели программу интервью недели на канале ГРТ. Сегодня нашим гостем был депутат парламента Республики Молдова Константин Старыш. Оставайтесь на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова